Круглая кнопка, видишь, последний? Все, пошла запись. Записываешь? Пальцовый. Значит, часто рассказывал раньше такую историю. Один парень в Херцовской области, копает на огороде. Ну, что-то копает, копает. Привычно на своем родном огороде копает, вдруг звят. Звят лопатка, металл. Звят. А в тябре же там, что-то такое, он перекапывал. Разрел, смотрит, что это такое большое и желтое. Разрел, на лопатку кусок металла желтого такой плавлен. Тяжел, он еще, еще. И вот, он на все бедро, несколько кусок, и домой машет. Ну, смотри, что это отыгло у нас на огороде. А она говорит, отмыло, быстро отмыло. И здесь, слушай, похоже на золото. Давай на мотоцикл и дуй в районе центра. Моевсей, который сидит. Часовой мастер, специалист по золоту. Пусть проверит. Он как-то определяет, золото или нет. Вдруг золото. Откуда у нас на огороде золото? Ты что, говоришь, золото? Я там картошку копаю уже сколько лет. А может золотая зола выбирала? Я читал в интернете, что иногда выбирает золотая жила, неожиданно, в том месте, где я не было никогда. Тут на мотоцикл прилетает. Моевсей Самуевич, шоточки одел. Потер, взял чего-то, капнул, задумался. Потом, ну, он говорит, а ты мне так сделаешь? Ну, не знаю где. Скажи, что это, это золото? Ну, надо еще разбираться. Ну, давай я подержу тебя, потом как следует. Он говорит, по глазам вижу, что все ясно. Домой на мотоцикл приезжает ваше золото. Она говорит, давай рыть еще. И они вдвоем. Стемнело, и они все, взят. И он набирает с комками земли прямо. И в подполье. Она там сидит и отмывает, и складывает. Гора золотых кусков. Вот, знаете, раздолбанная такая золотая жила. Выкорла на огороде. И вот они сидят. Это же золото в земле, в нашей. Она говорит, по закону должны сдать. Да это же не клад, это же золото. Все равно по закону сдать. Если мы сдадим здесь килограммов 50, а может больше, то я завтра еще порой, может найду еще. Хорошо, вот это да. Все, корову новую куплю, говорит она. Он говорит, а я, я, я тогда мотоцикл с коляской возьму. Какой мотоцикл? Машину будем брать. Таврию у Сереги. Она еще ничего у него. Ну, размечтались, короче. А люди говорят, хорошие. Она говорит, слушай, надо Витьке помочь. Соседки. Пятеро детей. Мало-мало меньше сопливых. Жрать нечего. Давай, хорошо. Завтра, утром я им скажу. На другой день. Подходит к забору, пришли. Витя, выходит, Витька. Пацанок сопли. В доме, разруха. За забором. Ничего не куплено. Представляете, как ты? Знаете? Подходит к нему, Витя, ты не представляешь. По-соседски, между нами, чтобы никто не знал. Но у себя накопали долг. Смотри. На огороде. Золотая жила выпила. Ты можешь по-соседски, я вижу, у тебя трудности, разрешаете пойти накопать. Ну, вот это, посмотри. Действительно, все. Это ж сколько же бабла. Ты думаешь, ты ведь и гривен. А то. Да, жалко, не могу я это. Копать ему. Почему? У меня лопаты нет. Как нету лопаты? А сломалось все. Очевидно, у вас ломается. Так пойди, купи лопату. Купи. Ты знаешь, почерненьшу лопату? 29, 95. Вот вам. Пятый колодец. Он видит успех, он видит результат, но он находит причину, почему он этим не будет заниматься. Почему он не будет заниматься? Потому что у него в доме разруха. Потому что вот это вот. И немытый пацан. Неудобный. Это все, что у него есть, и чем он заражает. И больше ничего. И когда...